2017 год в многофункциональном центре был богат на события. Масштабная внутренняя реконструкция, расширение спектра предоставляемых услуг, развитие новых направлений. Открытие бизнес-зоны – следующий тщательно спланированный этап. Сходя из распоряжения правительства Московской области, была сформирована дорожная карта, где к 1 декабря мы были обязаны оснастить наши МФЦ тремя окнами для приема юридических лиц. Главный плюс – как для юридических лиц, которые получают услуги в бизнес-зоне, так и для рядовых посетителей – экономия времени. Разделение участков – еще один шаг в борьбе с очередями. Услуги, которые в основном оформляют юридические лица, они занимают очень большой промежуток времени у оператора. И, соответственно, приходит юрист, и он попадает к специалисту, и, грубо говоря, другие окна ему не интересуют. То есть он задействован со специалистом весь процесс. Записаться на прием можно заранее по телефону и прийти в удобное время. Впрочем, пока некоторые представители организации не знают об услуге, и бизнес-зона оказывается для них приятным сюрпризом. Пришел сразу и мне приняли. Оцениваю положительно, проще, быстрее, удобнее. Оказываются услуги и предоставляются все необходимые информации. И еще новшество. Одно из помещений МФЦ также в рамках законодательства предоставили организации кадастровых инженеров, которые оказывают коммерческие услуги и проводят бесплатные консультации посетителей. Когда человек не связан с оформлением, никогда с этим не сталкивался, с оформлением земли, домов, дач и так далее. Мы можем оперативно решать какие-то вопросы, помогать гражданам именно здесь на месте, когда существуют какие-то затрудительные моменты, спорные также вопросы, спорные моменты. Своеобразным подарком посетителям МФЦ к Новому году станет акция, которая будет проводиться здесь в субботу. Несмотря на то, что связана она с налогами, полезно станет прежде всего физическим лицам. 23 декабря 2017 года с 10 часов до 3 часов будут проводиться мероприятия у нас в МФЦ в Новый год без долгов. То есть представители налоговой будут оказывать консультации гражданам. На первом этаже будет сформировано рабочее место, где можно будет открыть доступ к личному кабинету, проверить свою налоговую задолженность. Необходимо при себе иметь ИНН и паспорт. И в заключении стоит упомянуть о режиме работы многофункционального центра в новогодние праздники. 31 числа МФЦ работает до 3 часов дня. С 1 по 8 выходные дни. С 7 числа центр работает в штатном режиме. С 8 утра до 8 вечера без выходных. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Елена Кошлева. Видное ТВ.